Между прочим, ребята, то, как мы решали эту задачу в школьной алгебре, это одна из очень-очень важных тем. Давайте я сейчас быстренько напомню эту идею, потому что это просто стандартный и абсолютно разумный способ решения. Вот давайте, например, х-1 умножить на х-2 умножить на х-4 разделить х плюс 5 в квадрате меньше нуля. Кто может решить такое неравенство? Так, сказать, какие значения может принимать число х, если вот решить неравенство. Честное слово, я его написал, как бы не случайный образ, что какие-то цифры было, почти те я написал. Кто может показать мне множество решений такого неравенства? И главное, кто может объяснить процедуру решения? Сейчас у нас придется отрицательное число, значит, мы поделим отрицательное число. Да. А это не шуми. Да. Квадратно, если это обложение на число, значит, отрицательное у нас делить. Да. Значит, у нас здесь либо одно отрицательное число, остальное два положительных, Да. Либо... Для утрей. Да. 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 Ну, понятно. Ребята, не пройдет и часа, и он действительно выпишет все эти случаи. Поняли идею, да? Такая сколько положительная, такая отрицательная, рассмотрим такой случай, рассмотрим такой случай. Отлично, да? Ну, все, спасибо. Объясняю, почему это не нужно делать. Потому что в таких задачах нужно сразу выписывать ответы. Сразу. Объясняю, как это сделается. Ровно так, как мы здесь мешали. Называется метод интервала. Смотрите, ребята, у нас здесь какая-то функция. На самом деле, не так важно, какая. Так, мне важно сейчас понять, для каких х она имеет смысл, а для каких х она смыслом не имеет. Ну, давайте я условно нарисую. Здесь число 0, да? 2, 3, 4, 5, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Так вот, ребята, число минус 5 я должен выбросить, потому что на 0 тебе нельзя. Если бы функция была какая-то более хитрая, то, соответственно, область определения каким-то тоже более хитрым способом мы бы искали. Например, если бы там был корень из х, то нам нужно было бы сказать, что корень из официальных чисел не извлекают, поэтому надо показать, что х больше или равен 0. Понимаете идею, да? То есть, разные функции можно выбрать от разных чисел, соответственно, мы должны четко отметить, где же, от каких же чисел можно выбрать. В данном случае все совсем просто. Нельзя делить на 0, а все остальное можно. Поэтому я только выбрасываю число минус 5. А дальше надо сделать то же самое, что мы здесь делали на рисунке, ребята. Мы на рисунке отмечали, где равенство. Точно так же здесь. Когда решаешь равенство, что что-то меньше нуля, надо просто сначала отметить, а где же равно. Что же это за такие интересные точки? Когда х равен единице, это важная точка, здесь есть такая скобка. Когда х равен минус 2, это важная точка, есть такая скобка. И еще х равен 4, 2, 3, 4. Вот, тоже важная точка. А вот дальше все легко. Ребята, если х это число, скажем, минус миллион, минус миллиардчик, то есть здесь три отрицательства. Поэтому все эти решения годятся. И вообще, вплоть до минус 2, все замечательно. Все решения годятся. Вот число 5 ужасно. Дальше, что через минус 2 проходит, это стопка поменяла знак, а эти не поменялись. Поэтому здесь все плохо. В единице у нас это стопка поменяет знак. По этому от 1 до 4 в ответ входить будет. Вот и все. Ответ такой. От минус бесконечности до минус 5. От минус 5 до минус 2. Вот это знак объединения. И, наконец, от 1 до 4. Идею все поняли? Да, замечательно. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Я никакие случаи не рассматривал. Я никакие случаи не рассматривал. Давайте для того, чтобы все-таки вам стало понятнее, что я здесь делаю, давайте решим еще какое-то генеральство. Например, такое. Корень из х, скажем, корень из х, минус 2, это не одна скобка, не одна скобка, а одно украшение, да? Например, умножить на х. Пусть у нас должно быть больше, чем х квадрат. Вот давайте сначала пару минут сами порешайте, а потом я объясню, как это легко и просто делать. Ой, только единственное, чтобы у вас ответ получился покрасивее, давайте я здесь напишу, давайте я здесь напишу, давайте я напишу плюм 2. Не разница, написано совершенно ни о чем не думая, совершенно запихло. Первое, что вам сказать, как вы уже сказали, что первый путь, он будет, поэтому это не переживание. Только не первый, а вообще х число не отрицательное. Отлично. Дальше что? Нет, разумеется, я сейчас не собираюсь на одно занятие, желаясь полностью выучить вас алгебря. Хотя вот эта тема, метод интервалов, она на самом деле замечательная. Замечательная она тем, что ее очень любят репетиторы. Объясняю. Обычно в школе этим неравенствам учат мучительно, долго и, что называется, поэтапно. То есть сначала учат плохим способом решения, и потом, когда человек уже поучит несколько лет, в качестве, так сказать, приза, рассказывают, как можно быстро решать общий метод интервалов. И поэтому, когда вдруг школьнику объясняют, что все легко, что можно быстро решать, обычно полное ощущение счастья, и это из влюбленности репетитора, что спасибо, 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 вы меня спасли от такого количества часов работы. Жалко, потому что я все эти сотни часов уже потратил. Чтобы увеличить у вас желание остаться на лекции по биологии, вопрос, который подробно решен, если будут на прошлой лекции, если я разобрал, но если кто-то там был, пожалуйста, сейчас помолчите. Ну понятно, что легкие в нашем теле совершаются, если что, долго-долго-долго, понятно, что органы довольно хитрые, да? А вот тем не менее, в какой момент возникли легкие и для чего? Так, вы знаете, давайте. Ну, я думаю, в громчатке возникли еще у рыб и в водоемах, где не хватало воздуха. Ага, ваша версия? В водоемах, где не хватало воздуха, легкие возникли у рыб. Ваша версия? Не легкие. Секунду, давайте сейчас садим, потом я вам говорю. Да? Да. Ага, конкурирующая версия. Когда рыбы поползли на сушу, то тогда для того, чтобы хорошо бегать по суше, им потребовались легкие, потому что в воде можно дышать через жабры, а на поверхности... Так, да, еще есть версия есть? Ага, я думаю, что в каком-то ином водоеме не хватает пищи. Про что развитие и появились? Не понял, в каком-то водоеме не хватает пищи, и я должен быстро-быстро туда поползти, чтобы принадлежать пищу, чтобы не надо с ним, да? Нет. Такой-то призыв, там, хищник, нечего покушать, все поползут, да? А что? Из-за того, что он когда в водоеме... А, что-то у тебя, здесь? Да, у тебя. У тебя здесь приходят пищи. То есть? И от того, чтобы не погибнуть, началось развитие, чтобы можно было на суши. Я беру, ну, так сказать, такой штучок спецназовца, да? Вот, в эксперте, да, беру, делаю себе чешулю покрепче, вот, в начальном случае сделаю себе легкое, и говорю, ребята, шките, я сейчас использую, знаю, как там, и приболзу. Вопрос в том, что она в жизни и вибирании целого вида, у какого-то организма раскрываются способности, которые были закрытыми. Отлично. Итак, пока что две, не дожди, да? Итак, версия спецназовец, которая, кстати, сделала себе легкие и попросту. Вот, версия, что в водоеме будет трудно дышать, в область, да? И решили поползти от этого легкие. Так, голосование. Итак, кто за спецназовца? Ага, один человек за вас, спасибо. Кто за то, что легкие возникли еще у меня? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, И кто вот за эту версию? Что решили быть первопроходцами? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть версий за первопроходца. Вот, спасибо. А, извините, а кто не поднял руки? Я выбрали липы, которые не подняли? Я скажу. Нет, ну я охладная. Ага, ну, во-первых, на самом деле из водоема убирают вовсе не взять, когда еда пучилась. Есть еще более интересная причина, когда водоем пучилась. Взял бы весь высоко, да? То есть еда, может, еще и осталась, но водоем уже нет. Это гораздо грустнее, чем когда еда пучилась, да? Между прочим, когда я был маленький, меня совершенно потрясало, что во всех болотах, озерах есть хрена. Если вот так на самом деле подумать, то эта вещь совершенно потрясающая. Потому что смотрите, где-то, бог знает где, возникло, ну я не знаю, даже экскаватор накопали, да? Или я не знаю, ну какой-то там случайный, какая-нибудь там речка, что-нибудь, да? Возник какой-то водоемчик, совершенно отделенный от всего остального. И вдруг там возникает рыба. Возник куда-то. Возник куда-то. Возникло. Возникло. Эволюционируют? А вы знаете какие временные промежутки нужны, чтобы в свете эволюционировало? И в зиме-то будут эволюционироваться, где уже. Возникло. Возникло, что вы, как сама первая рыба, вы не говорите? Нет, как она сейчас возникает. Как она сейчас возникает? Возникло такие вещи, например, грубо говоря, рыбокину в виде рыбы. Да. Им ее стало жало. И они идут, если ее ближайший путь. То есть рыбаки поймали под ногу. Подержали. И затем бешеных рыбаков в носах. Потому что они по всему миру бегали. Да? Да, слушай. И ветром подняло. А? Ветром подняло. Ветром подняло. Да, да, да. Ветром подняло. Ветром подняло. Ветром подняло. Да, да, да. Ветром подняло. Не слышу. Как Читает сам за любую? Ветром подняло. Как чей complexity за любая мне поддержка. Ветром подняло. и не задавая себе вопрос, а почему рыба как одна и та же во всех реках? Реки впадают в океан, это классно. Но представьте себе, что пресноводная рыба по океану зарешила бы марш в кроссов на несколько тысяч километров. Куда-то приплыла. Другая версия. А не кажется ли вам странным, что на разных островах рыба чаще всего почти одинаковая? Рыбный дождь выпадает. Какой рыбный дождь? Какой рыбный дождь? Река впадает в реку, а там впадает еще в реку, а те впадают в океан, а океан соленый. И пресноводной воде там плохо. А я не знаю, они, дружба темно, а это не такое темное обитание. Метро! 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 Ребята, им нужно под всеми континентами прокопать метро, чтобы это метро не залили бы соленым океаном. Значит, господа, я, разумеется, сейчас не буду говорить вам ответ, потому что я очень надеюсь, что вы на эту тему серьезно зазумаетесь, потому что на самом деле есть над чем думать. И вещи, на самом деле, в истории были совершенно потрясающие. Например, известные, абсолютно серьезно известные обезьянки, которые преодолевали по океану расстояние, скажем, от Африки до Мадагаскара. Понимаете, все, конечно, замечательно, только там сильно больше ста километров. Я не помню, как это в точно расстояние, то ли 500, то ли 400, точно, что сильно больше ста. Тем не менее, обезьянка действительно, скорее всего, садилась на дерево и плыла. Понимаете? И это было не один раз. Я не был свидетелем, но удивительным образом, я вот сейчас умею это все отслеживать. А именно, сейчас из-за того, что умею это расшифровывать в последовательности ДНК, удается по многим территориям узнавать, на самом деле, что называется, откуда они пришли. И удается узнавать, например, откуда в Японию притопали макаки. Это же потрясающая вещь, ребята. В Японии есть макаки. Замечательно. Откуда они там? Из-за того, что они все близнеют в Банке. В Банке. Ну, в России, в Банке. Это неинтересно. А откуда в Японии макаки? Да? Ну, наверное, они, это, когда был рейс, они пробрались и... Ну, куда они выбирались? Стоя сроки. Да. Неверировали. Откуда? Из Африки. Из Африки. Супер. А из Африки. Вы никогда не задумывались, как надо идти из Африки, чтобы попасть в Японию? Можно пройти всю Африку, а рейси по острову, по полу Евразии. Совершенно верно. То есть надо, проще говоря, попасть в Цюрих, потом в Москву, потом в Уфу. Правильно? В Новосибирск, да? То есть такой хороший авиаперелёт. Вот, замечательно. После этого прийти на берег океана и сказать, привет, Япония, где ты там? А с ручкой глифовал я нельзя? Япония глифовал. Кстати, какой такой характерный размер Японии? Больше тысячи километров. Да? В длину. Да. Замечательно. Вот я это радость глифовала. Ребята, на самом деле, как-то странно, он сказал правду сейчас. Дело в том, что действительно притупали эти самые макаки пешком. Как? Нет. Я просто, к сожалению, понимаю, что большинство из вас на эту тему никогда не задумывались. А зря. Потому что, ребята, математика, это, конечно, замечательная наука. Её надо учить. Но представление об окружающем мире, и, повторяю, представление не только о том, кто у кого сколько украл, там, да, и так далее. Нет. Представление о том, как вообще устроена наша планета. Они, честное слово, интересные, они полезные. Так вот, господа, рассказываю, как ни странно, как ни странно Ясков будет на том самом цикле лекции, который начнётся через неделю, подробнейшим образом объяснять следующее. Первое. Я просто хочу, чтобы вы послушали тот космос, он хороший. Первое. Ясков вам будет объяснять, что материки, которые существуют сейчас, существуют сейчас и только сейчас. А в старое время было по-другому, а до этого было ещё по-другому. Более того, климат, такой вот, извините, грустный, с большим количеством пустым и с большим количеством, наоборот, холодных мест, он на Земле существовал далеко не всё время. Объясняю, там вот всё это будет, конечно, подробно, там, целый час отказывать, а я быстро. Объясняю, даже сейчас вибрация материков в Земле одна из самых неудачных, какая вообще может быть. Объясняю, почему. Помните, как устроена Америка? Да. Северная Америка, Южная Америка. Тебе понимаете? Да. Замечательно. Два материка расположены, что называется, понятно, да? Да. Замечательно. Помните, где сейчас расположена Африка? Да. Что делает Африка? Она, извините, стоит прямо-таки на пути, на экваторе, правильно? Отлично. А теперь вопрос. Понимаете ли вы, что солнышко сильнее всего греет экватор и слабее греет полюсы, где она актида, да? Да. Там северо-южные полюсы, они хуже обратят. Замечательно. А теперь вопрос. Значит, для того, чтобы вся земля была более-менее равномерно прогрелась, надо, чтобы у вас произошел перенос тепла из теплого сон в холодную. Отлично. Что переносит тепло? Воздух. Воздух переносит тепло, конечно. В одном месте нагрелся воздух. Я, конечно, не скучно. Вот. А вот теперь очень важная вещь. Важно понимать, до какой степени вода плотнее воздух. И до какой степени у воды больше теплоемкость. Кто-нибудь при вас слышал, что вода на самом деле очень умеет запасать тебе тепло? Да. Нагреть воду труднее, чем очень большое количество... То есть, вот килограмм воды нагреть и литр воздуха нагреть. Понимаете разницу? Делитр воздух больше ничего не весит. Да и теплая бы все не такая большая. Мораль. Ветер может перенести теплоты во много раз лучше, чем вода. Если у вас есть океаническое течение, то оно с легкой перенесет огромное количество тепла. А теперь, внимание, у вас есть теплое океаническое течение. Какое океаническое течение, что называется, наиболее известное, и, что называется, России не досталось, а Европе досталось. Да? А? Кэр Штрем. Из-за этого огромное количество тепла с экватора идет, так сказать, вдоль Европы, да? И им там тепло. Идею поняли? Да. А теперь, внимание, понимаете ли вы, что будет, если вместо того, чтобы строить в Москве лишние станции и электроны, мы возьмем и прокопаем Африку вдоль экватора. Спокойно берем, в конце концов, у нас есть в городе свободная рабочая сила? Да. Конечно. То есть, вас тут не все математики занимаются. Да, берем, если бы человек посылаем, копать лопатами, копать вдоль экватора. Простой приказ, копать вдоль экватора, копать вдоль экватора. Кстати, на всякий случай, какой примерно придется глубины копать? А, метр сто. Метр сто, да? Да. Ребята, это же потрясающе. Это же потрясающе. Вы же действительно не понимаете даже порядок величины. Какая средняя глубина океана? Ну, тысяча километров в углу. А, ну, какая? Да, на самом деле. Сколько? Дорогие мои, максимальная глубина есть такое место. Семьдесят километров – это мельчайшее место. В норме сколько? Да. Один сколько километров в углу. Я понимаю, нет, это случайный такой рекорд. А в норме, нормально, как? Три, четыре, пять, шесть. Несколько километров, так? Да. Значит, если мы реально хотим с вами сделать счастье для детей и взрослых в сети, то надо взять два планки, поехать в планки и копать траншею глубины 3 километра. Преспокойненько, вдоль экватора, прокопали трехкилометровую вглубь и стометровую в ширину траншею и могучий поток воды. В течение имени Малой Мехмана, если это будет сделано вашими силами, да, вот, рванет через всю Африку и глобально изменит климат. На самом деле, придется еще второе сделать. Придется перекопать Америку. Кстати, что сделать, все раз легче. Потому что, если кто смотрел, как в Африке, там придется копать через всю пустыню Сахар. А в Америке, там жалкий перешелик, там где-нибудь в районе Кондураса, Никарагуа, где-нибудь в этих местах, там удобно копать. Там небольшое расстояние, тоже, конечно, глубоко. И произойдет чудо, ребята. Где мы слоем, да? Наоборот. Здесь делают примерное знак. У нас в истории Земли были длиннющие промежутки, точнее, даже большую часть истории Земли было именно так. Они в последнее время заняли такое неудобное положение, что возникли, вот они встали на пути океанских течений. Да. То есть, если вы молодым мехматом придете в путь Африку и плавили на небо? Да нет, вас бесплатно туда пустят. За то, что вы Сахару превратите в цветущий край, вас туда бесплатно не будет, лишь прийти в течение. Да, что? Итак. Зато умер там будете, молодцы. Вы смотрели. Да-да-да-да. Буквально еще два слова. И это развлекательная часть. Дорец с огнём. Господа, все ли понимают, что для того, чтобы макатин, а также не только макатин, но и кто-то другой, дошел пешком. Кстати, никто не задумывался, а как люди дошли до Австралии? Ну, раньше был один большой континент. Что-что? Раньше был один большой континент, только людей тогда не было. А когда люди появились, уже было несколько континентов. Повторяю вопрос. Как люди дошли до Австралии? Человек забрали, не забрали, а потом по островкам, и где-то даже здесь. Значит так. Если вы сейчас пытаетесь проплыть по островкам, то неожиданным образом выяснится, что даже при современной технике у вас будут проблемы. То есть вам придётся нанимать какого-то знающего человека. Самостоятельно вы это не сделаете. При том уровне техники это было вообще крайне тяжело. Ребята, разгадка очень простая. Кто-нибудь слышал слово шельф? Замечательно, да. Шельф. Да. Да. Что такое шельф? Шельф, например, у нас наскорство. Да. И дальше снизу, чтобы купли и отходить, резкое падение. Резкое падение, точнее. Да. Господа, разгадка крайне простая. Разгадка лучше состоит. Когда у вас есть материк, действительно, есть огромное отличие материка от океана. Океан это там, где три километра, или даже больше. Материк, он на самом деле не обязательно весь виден на водой. Часть материка может быть затонтана водой совершенно запасной. То есть, идея вот какая. У вас есть наша земля, где-то здесь у вас есть материк, материковая плита. но совершенно необязательно она вот так вот резко устроена. Совершенно спокойно может быть, что у вас на самом деле материковая плита, часть ее залита водой. Это в случае, если уровень океана немножко поднялся. уровень океана может иногда подниматься, иногда опускаться. Кто знает, как называется подъем и опускание океана? Прилив отлив это на несколько метров. А, может ли уровень океана измениться на 200 метров? И когда это происходило? И происходило ли это вообще? Алло. Может произойти из-за таяния льдов. Что, что? Может произойти из-за таяния льдов. Повышение или понижение? Повышение. Отлично. Господа, на самом деле сказано. Если льды таяют, то льда становится меньше, воды больше, уровень океана повышается. А в истории Земли периодически были события, у которых даже есть специальное название, которое вы знаете. Ледниковые периоды. Вопрос. Какой примерно слой льда лежал в это время на континенте? Какой примерно высоты? Сколько метров? Вот там здесь был лед. Замечательно. Какой высоты был этот слой льда? Ваши версии? Ваши версии? Ваши версии? Что 300? 300. Замечательно. Как ни странно, все ответы были вести к реальности. Измерялось сотни метров, а может быть даже километров и больше. Отлично. а теперь вопрос на засыпку. Если аккуратно вдоль всей суши положить километровый слой льда, сколько процентов суши занимает от воды? Воды примерно в два раза больше, да? Да. Говорят, 30 на 70 примерно, да? Воды примерно в двое меньше. Значит, если вы аккуратно положили на суши километровый столик, да? Значит, воды стало метров на 400 меньше. Воды? Да. Примерно в два раза меньше стала вода. Да, даже больше, чем 2 раза. Ну вот, метров 400 стало воды меньше. А это значит, что огромное количество того, что раньше казалось океану, вышло из-под воды. И можно приспокойненько от России дойти до Америки. И это очень многие животные сделают. Можно приспокойненько дойти от Евразии до Японии. И можно приспокойненько по тем самым островам. Потому что этих островов стало во много-много-много раз больше. Можно действительно в вышедшие из-под воды суши действительно дойти более-менее просто туда встраивать. это было сделано. Ребята, еще раз. Я меньше всего призываю вас прекратить заниматься математикой. Я просто уверяю вас, что это все в пределах сил человеческих выучить. Вот на малых математах. Есть Оф, это будет дело ближайшее. Есть что? Хотел сказать маленькую вещь. Если было запросто зайти от одного материкального к госплу, то во время войны это бы облегкало завоевание. Во время какой войны? Война. А, это вы хотите повоевать как раз. Нет, это идея замечательная. Я не тут рассказываю о судьбах животных миллионах лет, а вы думаете, как повоевать с каким-то там... Он вас не будет в Фейсбуке обидел, да? У вас есть товарищ, который что-нибудь плохо написал, и мы должны все собраться и ему надавать, да? Нет, туры святая, святое тело, я понимаю. Все, 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 Ребят, повоевать, конечно, имеется в виду не людям, человечество существует ничтожно маленький, вот такой, вот, который там со слухами, стрелами, с ножами, да? И с Фейсбуком, оно существует ничтожную долю времени по сравнению с остальным. Поэтому, на самом деле, воевали, конечно, виды между собой. В том смысле, что при очередном поднятии океана у вас какие-то виды откуда-то куда-то проходили. Потом там застревали на другу, вы знаете, из-за того, что Австралия, сначала туда все пришли, что называется, стали там жить, а потом уровень океана изменился, и Австралия оказалась надежно изолированной, потому что почти никто не приходил. Из-за этого, знаете, да, там более-менее одни лиды живут, а в другом мент другие. Действительно, это все есть. Я просто хочу сказать вам, что это интересно, это тоже замечательно, и, в общем, вам это тоже полезно все узнать. Я считаю, что достаточно проговорил. Кто-то обещал еще к неравенству. Я думала, здесь у нас х умножить на корень из х, то здесь нам не хватает еще корень из х по углу. Как интересно. То есть, если вы думаете, что 2х будет больше, чем корень из х, то тогда все будет хорошо? Да. Там же не знак умножить, а знак плюс. Не решили, не задать. Так, а есть кто решит? Вообще, ребята, интерес к окружающему миру, между прочим, сейчас в сто раз легче узнать все эти вещи, чем во времена моего детства. Потому что в интернете все это мгновенно находится в ответ на все эти вопросы. И это действительно интересно. И я понимаю, что там через 5 лет это будет еще легче найти в интернете, через 10 еще легче, техника развивается быстро, все эти тальпы развиваются быстро, но уже сейчас практически любой вопрос вы задаете и сразу получаете море информации. Что, вы решили? сократить, а сократить это хороший ответ. Если х у вас больше нуля, то действительно обе части можно сократить на х, конечно. Но единственное, если х равно нулю, а хотя тогда неравенство все равно неверно. Потому что если х равно нулю, то левые правые части нули, а у нас должно быть больше. Да, все, можно сокращать. Мы пишем, что х не равно нулю. Ну и что, получится неравенство корень из х плюс два больше, чем х. Какие больше? Не слышу. Почему? Когда решаешь неравенство, сначала надо решить, что равенство. Уравнение. разобраться с тем, а когда эти части равны. То есть на самом деле надо в сородище разобраться, когда х равен корень корень без х плюс 2. Что это умеет делать? Нет, умножить и бесполезно. Каким образом естественно освободиться от знака корня, господа? А? Если просто возвести в квадрат, то у вас все равно корень останется. У вас получится в правой части х плюс 4 корень из х плюс 4. Корень из х все равно останется. А как сделать, чтобы корень из х не стало? Правда, никто не умеет? Что такое корень? Все понимают? Чему равен корень из 81? 9. Отлично. Это вы понимаете. А что-то это непонятно. У вас есть уравнение. х равен корень из плюс 2. Как его преобразовать, чтобы там не стало корень, чтобы там остались только х, х, х квадрат, х куб, вот такого типа вещи. Что сделать разумно? Безполезно. Знаете метод? Нет, тогда я выдам тайну. Надо оставить в одиночестве. Надо сделать, чтобы ему было скучно и грустно одному. И после этого в обе части что надо сделать? На машине. возвести в квадрат. Кто знает, чему равна величина х-2 в квадрате? Да. х квадрат минус 4х плюс 4х плюс 4. А чему равен корень из х умноженный на корень из х? х. х. Вы мне сейчас должны придумать число, придумать число, которое, когда подставляешь вместо х, получается верное равенство. Да? 4. Отлично. а еще? Какой нет? 5 у нас не получится. 25 минус 25 плюс 4 это не больше. Еще совсем-совсем очевидное число. 1? 1, конечно. 1 минус 5 минус 4. Господа, если вы внимательно посмотрите, то когда х-1 умножаешь на х-4 получаешь точность вот это выражение. Объясняю почему. х на х это х-2, х на минус 4 минус 4х, минус что х равен либо 1 либо 4. Значит, когда вы будете разбираться с этой системой, вы должны сделать следующее. Вы должны нарисовать число 0, нарисовать число 1, число 4 и дальше сказать, что у вас изменения происходят в этих точках. Вот число 0. надо выбросить, потому что понимаете, 0 не подходит. И все отрицательные числа тоже надо выбросить и убираем их. А вот дальше надо смотреть, представьте себе, что х это 1 миллиарда. Тогда что будет у нас здесь? У нас здесь будет 2 миллиарда и еще что-то, а здесь 1 миллиарда в квадрате, миллиарда доля от миллиарда доля это вообще жутко, это же совсем 8 миллиарда. Значит, неравенство будет вымолкан. Таким образом, вплоть до единицы у нас все замечательно. После этого, когда число чуть-чуть больше единицы стало, то будет все плохо. Или не будет все плохо? А давайте посмотрим. Скажем, вместо x возьмем двою. Удобно, да? Корень из двух плюс два умножить на два больше, чем вам квадрат 24. Слушайте, а ведь правда здорово. Так что от единицы до четырех тоже все замечательно. А как же так? Как неправильное решение? Как неправильное решение? Опа! А ведь нас поймали. А ведь нас поймали. То есть, смотрите, у нас здесь у нас здесь что получается? У нас здесь получалось, что все числа от нуля до единицы подходят? Все числа от одного до четырех подходят? Подходят. Кстати, сама единица что? Один плюс два умножить на что? Один. Умножить на один больше одного. Больше чем одного. Фантастика! Единица тоже подходит. Значит, даже сюда заходить не надо. Все подряд от одного до четырех подходит. Так, а если что большое? Это что-то типа миллион. Тогда здесь будет миллион миллионов, а здесь будет два миллиона. Ну, в общем, небольшое. Все. Господа, мы нашли ответ. Ответ это промежуток от нуля до четырех. Так, теперь давайте пошли сюда. Здесь произошло какое-то крайне непонятное. То есть, оно, видно, что оно произошло, но непонятно, из-за чего оно произошло. Откуда это изобрать? Нам нужно было решить уравнение. Мы возвели квадрат. Как не четыре? Что значит не четыре? x квадрат минус 5x плюс 4. Все замечательно. Два в квадрате это четыре. А у кого больше происходит? А? Какое дваждое? Еще раз. x минус два в квадрате. Проверяйте. Хочете эти картинки нарисовать? Если у нас есть квадрат со стороны x, у нас есть квадрат со стороны x. Да? Что такое x минус 2? Это надо отрезать двойку. Вот это получается x минус 2. Значит берем x квадрат отнимаем от него 4x то есть такую полосу 2x и такую и возвращаем четвертую все все замечательно. Но ошибка сделана. Точнее даже не ошибка. Сейчас объясню. Но что-то нехорошее произошло. в каком месте оно приношло. Посмотрите вот это неправда. вот это совсем неправда. Потому что дай сюда представляешь замечательно. Значит ошибка была при решении вот этого уравнения. в какой момент она была и почему это было не страшно. Ответ когда вы возводите в квадрат в квадрат то вы не всегда получаете равносильное правдение. Объясняю. Вот он переход во время которого мы с вами приобрели лишний корень. если вы сюда подставляете единицу то здесь один минус два это минус один а корень единицы это единица не равна а после возведения в квадрат все хорошо. Господа мы возвели в квадрат и в этот момент получился лишний корень. Отлично. Означает ли это что мы не имели права возвести в квадрат? Нет. Нет не означает. По одной простой причине мы искали все подозрительные точки ну это чему соответствует представьте себе там произошло какое-нибудь преступление и объявлен там план лови всех подряд отлично побежали поймали 20 человек это не значит что все эти 20 обязательств преступники может вообще преступник извини кого взять но мы действуем по простому принципу у нас есть какая-то информация не знает а преступник был на зеленой машине с красным хвостиком отлично мы поймали все зеленые машины с красными хвостиками и всех кто там сидел объявляет теперь будем их исследовать вовсе не обязательно они все преступники может он случайно ехал на зеленой машине с красным хвостиком на всякий случай всех поймали здесь ровно такая же ситуация у нас было уравнение мы его в квадрат возвели хуже от этого не стало решение могли исчезнуть мы нашли эти решения точки 1 и 4 а потом выяснилось что оказывается точка 1 причем потому что точка 1 соответствовала когда минус так еще одна картинка и после этого мы вернемся к геометрии и сказать кто умеет рисовать график функции у равняется х квадрат кто понимает график функции у равняется х квадрат это знаменитая грива называется параметра поставьте ось там где ось абстыз и где ось координат у и нарисуйте примерно так разумеется я сейчас не пытаюсь по клеточкам у равняется х квадрат пример совсем плохо следующий давайте не так выглядит это ужасно такие простейшие графики не можете нарисовать это же огромная часть математики от вас обрезан это надо как можно в более раннем возрасте понимать как выглядеть на картинке ага не уходите давайте вы садитесь у равняется х квадрат это такая права а теперь пишем наоборот х равняется у квадрат что просто что такое перевернуть у нас х и у поменялись местами что нужно сделать отразить относительно чего относительно прямой у равняется выходи покажи все правильно отразить относительно прямой у равняется конечно да да вообще не имеет никакого объясняю почему нет не уходить объясняю почему это минус потому что представляете и равно х квадрат была вот такая же она проходит через начало как так во вторых если вы в качестве икса возьмете отрицательное число таков не бывает на вашей картинке это бывает нет картинка картинка совсем кто пойдет кто пойдет икс равняется икс квадрату как выглядит это кривая 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 ура 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 вы правильно сказали что надо отразить относительно прямой у равной относительно бисектрисы первого и третьего координатных углов вот а теперь еще давайте продолжаем историю нарисуем кривую у равняется корню из х чем отличается х равняется у квадрат от у равняется корню не дыкс половина правильная казалось можно так подставить да а вот тем не менее отличие есть что что вот отлично а нижнюю половину надо что ну брать не надо но ее нет да отлично и последнее слушайте а что будет если у нас не корень из х а корень из х плюс 2 и а корень и что надо сделать с этим графиком чтобы получить Вот так вот, поставить точку 2, поставить точку 2, и дальше что? Дальше как? Когда один и тот же график нарисован два раза, становится хуже. Рисуете один раз, и красиво. Вот это состояние, которое равняться вот этому, вот здесь. Поэтому так высоко подниматься он не мог, должен идти параллельно. Получается сдвигом из этого. Отлично. А теперь, господа, пожалуйста, посмотрите, чем мы вообще занимаемся. Нет, нет, уходите. Мы решаем неравенство корень из х в сумме с двойкой больше, чем х. Корень из х плюс 2 мы нарисовали. Значит, что сейчас нужно сделать, чтобы ситуация стала поочвенней? Надо нарисовать прямую и негрихом негрихом негрихом. Мы это способны? Да. Способны. И вот эта точка пусть 4. Увидели все? Вот. Отлично. А откуда же больных приедет лица? Понимаете? От той самой верфи. То есть она не исключает. Просто если мы смотрели и на эту верфь тоже, то она сломается. Спасибо. Спасибо. Спасибо.